здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие друзья мы вас всех приглашаем на семейные посиделки и как всегда мы с Ильей будем общаться и мы думаем что вам будет интересно наливайте себе чай кофе и вместе с нами болтайте общайте так что мы будем общаться ты знаешь что интересно а вот допустим мы пьем чай а многие не понимают я тебе хотел я говорю сейчас мы начинаем видос снимать и я хотел думаю что скажу так что те кто говорят что нашли время похлебукать чай похлебукайте вместе с нами да я хочу ты с чем пьешь чай сейчас в данный момент я пью зефиром и я до этого у тебя чай у тебя кофе я пью кофе боже мой кофе со сливками мы пьем а я пью чай со сливками я купил сливки я не знаю что ты тогда вот в казахстане ты был гостях балдел от этого варенья почему не ешь это не варенье это свежие ягоды клубники варенокопченые я не люблю я вон одно время любил зефир сейчас говорю сейчас говорю сахар сахар моего есть не станешь и захотел сливки купить сегодня в выходной свой помчался в магазин покупать сливки вот захотел в метро ну и что там как народ людей там вообще никого не у нас открывается когда новый какой-нибудь магазин люди все бегают перебежками до этого у нас не было а открыли метров все бегали метра потом открыли ленту ленту все побежали в ленту а сейчас открыли карусель ну понимаешь в чем дело еще и илюш дело в том что расположение магазинов метра не идут это от дороговизна ужасная но дорого там все нет выбора фруктов чего хочется там не фрукты есть ничего нет в нашем метро я в большинстве случаев когда хожу по метро и смотрю когда фрукты там вообще галят я думаю на закрываться собрались наверно закрываться собрались илюш вот прям просто вот хоть в фору идти показать какие-то купил яблоки да ты купил они были зеленые они дома дорогие друзья не дома полежали и они оказались подморожены это мои любимые яблоки грэнни смит и что ты хочешь них обрабатывают там воском не воском они гнухи не обработка они замерзли их когда везли это помороженные яблоки но вдобавок замерзли обмороженные перемороженные обморозки и вдобавок что они химозные вот это что говорит что ешьте свои яблоки из погреба доставайте дорогие товарищи даже если у вас нет погреба соседки залазьте доставайте яблоки и кушайте да вот и просто я хочу сказать да и вот сейчас среди всех магазинов магазин у нас до метра карусель лента мы тоже сейчас в ленту кстати я хочу сказать не очень часто ездим сбавили обороты только потому что туда далеко ехать ну наш робки пробки да далеко ну пробки далеко но это не в москву а я очень наш блин я так мечтаю чтобы у нас открыли икею какую-нибудь ашан никогда не откроет никогда не откроет я говорю я после отдыха так хочу в квартире сделать маленький косметический ремонт я все хожу хожу ищу где какие-нибудь там эти статуэтки всякие хочу комод себе вот реально хочу комод я наверно хочу кому даже заказать как на квартиру как у меня в комнате в доме стоит вот это где трусы майки комод комод хочу заказать и в коридор я хочу поставить комод а в там можно всякие как хламосбурные понимаешь а то у меня такой стоит пенсионный слушай а вот еще знаешь про магазины интересно да вот что какие-то закрывают и вот крупные магазины вытесняют все таки хорошо мелкие вытесняют да вот мелкие вот мы сегодня поехали у меня был любимый магазин у нас на улице чехов семена он старый такой я не знаю там еще мы всегда раньше говорили поедем к мужику потому что а это я понял не доезжая корсона да да и что во первых там странно мне было что не завозят вообще семена не завозят не завозят я еще продавцам говорю что ваша хозяйка не хочет чтобы это в общем не завозили а сегодня поехал думаю а там зачем он закрыт и написано учет я думаю что да что они наторговались скорее всего он закрывается потому что учет так просто в это время но просто знаешь да и то что крупные магазины вытесняют участникам все равно сложно прикинь сложно выжить я говорю это крупные компании они понакупали себе много этих семян июш ну опять ну опять качество можно взять качеством да количество я тебе хочу сказать у нас вот магазин эквадорская компания я думала это тоже это на что такое за эквадорская компания что за магазин книга флор семена вот этот огромный то есть садоводнические ограничения на дороге но там все но нет но я вопрос задаю потому что мало ли зрители это ты говоришь кого-то а кто знает что за это все в принципе там все там что только нет вот и твей техника и бытовая химия и мангалы цветы все там и ты знаешь что интересно я почему-то я лично думала что думаю а эквадорская компания да это что-то ну может быть лишь участник да и у него несколько магазинов и вот я сегодня да но там основном цветы а вот крупный такой вот такой для огородник автомагазин и знаешь что интересно вот мы тоже ну просто снимали ролик мы снимали там ролик соли и вот сказали где-то магазин и я сегодня просто было туда пошла 5 семена там не на бугучку говорю ну как у вас этот я думаю же ролик выпустили народу у вас ох ох не человек и сегодня даже ходит одна пара муж с женой и он говорит ой а мы на вас подписаны а игра вы откуда в старусы о старусы представьте старусы приехали за семенами и я просто к чему хочу сказать вот мы говорим что там и вот человек чей этот магазин я спрашиваю продавца я говорю вообще-то сам как он огородник она говорит да он очень такой вот любит садоводник огород да и вот поэтому у него вот все как бы вот просто к чему хочу сказать ты танцуешь и пою и на и клумбы сажаю ну подожди мысль моя какая что когда человек хозяин данного там предприятия как у не предприятия магазин и чего там да или вот взять твою школу танца то есть ты танцуешь ты покороче все я врачи если ты танц если ты занимаешься тем делом который ты любишь что она у тебя будет получать за и будет приносить доход но я хочу тебе сказать что не надо бояться вот я тебя хочу сказать еще тоже наперёк иногда мы думаем что мы только умеем танцевать или грядки сажать и боимся что-то брать другое открыть открывать горизонты своего новое день я бизнеса вот есть такая же категория знаешь и я тоже допустим примеру я же не открою к примеру можно те хочу открыть магазин одежды но я буду бояться и буду себе блок ставить и говорить нет я же не специалист в этом а это кстати очень тоже плохо да да вот серьезно говорю то есть не надо мне кажется чем мы старше становимся тем мы становимся трусливее и боимся делать какие-то предпринимать шаги в работе не в работе вон когда ты молодой зеленый ой открою попробую получится не получится чем старше ты шишек то набиваешь со временем много и потом ты уже думаешь а надо а не надо а вот это значит что мне всегда вот хотелось типа вот какой вот мне это давай мечты что не направление там а ворота нет а типа какой-то не кофейник как назад а что там выпечка вся была вот домашние пирожки ночью он лет чтобы люди вот я смотрел фильм какой-то не знаю какой дорогие друзья и знаете там здорово там а мать с дочерью у них была вот такая вот небольшой как кафетерий они сами там пекли и люди к ним шли у них так интересно там просто было все оформлено но все со вкусом и вот именно что вот у них было вот никак вот сейчас да вот все равно эти открывают кофейни ну чё там слойки ну слойки то они ведь не сами пекут они эти замороженные слойки берут разогревают там и все ну ну знаешь нет это ты просто как бы да ну есть некоторых городах и тоже сами пекут ну чтобы знаешь как вот я я помню или уж я в германии да когда заходили или уж колбасный отдел не просто там вот так вот колбасы прям висели и там такой запах был колбасы то есть ты заходил вот у нас зайдешь где колбаса у нас и не пахнет колбасу это нужно химозная вот что не ешьте девочки мальчики колбасу химоза ну и вот давай что-то гараж папин снесем машину выкинем туда поставим столики журнальные табуретки детские и в деревне флэра раскидаем кофейни кофейня кофейня а я вытащу у меня есть вешалки я хочу магазин выкачу на дорогу на мкад вешалку наш как бабки сидят грибы торгуют так я с вешалкой с одеждой дорогие друзья вот про вешалку про одежды и выкачу я вам хочу сказать я вообще не понимаю вот илюш вот мы едем на дорогах там стоят табуреточки да бабуськи так ругуют яблоками вот эти покупают кто москвичи ну хорошо у нас сейчас такая проходимость у нас на дороге движение какой-то посмотри мы ставим табличку сделали яйца никто не берет ну потому что у вас она была не презентабельная как не презентабельно что у вас была табличка из картонки вырезана и написаны яйцо ну а чье яйцо но не человече живешь ну вот надо было что-то сделать что надо было нам всей семье нарядиться в костюм курочек и шков выйти наш как у нас есть магазин где вино мальчик в бутылку наряженный ходит папу нарядим меня нарядим вы будете с ольгой курочки и будем ходить яйцо яйцо нет но на самом деле если без шуток надо таблицу другую презентабельно что заказывать что-то ну что ты какая-то какая-то таблица растяжку на забор на забор яйцо нет там надо вообще по грамотному писать сейчас я девочки научу вас что значит яйцо нет надо экопродукт экопродукт и курочку нарисовать там как он ты же рисуешь хорошо нет ну вот просто я к чему опять про себя то я вот уже все больно то да вот тоже там говорят вот юль там какие-то вот нифига не берут товарищи вот ты на этой дороге хоть сам ты сядь с этой корзинкой не берут я не понимаю ты говоришь не берут вот насколько ездим нет нет я почему-то иногда мне кажется кто-то берет едут в сличном яблочки грибы если не хотят они сами геморроица по лесу ходить остановились у бабки купили все грибы и все они важны там поганки не поганки не поганки все червивые да внешне нормальные а это ну вот так что вот все открываем кофейню да а что ты чего допустим есть разные сферы вот опять мышь мы с тобой про кофейню параллельно про бизнес у нас здесь есть какой-то чувак в городе и у него вот тоже молодец я только не знаю что это чувак доставка макдональдса поняла то есть он сам разводит да вот ты сидишь дома а ему звонить ему звонишь и говоришь здравствуйте он тебе говорит здравствуйте и ты говоришь а вы не могли бы мне привезти биг мак картофель вот кто не хочет вообще добираться но хочет поесть макдональдс и он берет цену как за такси и тебе привозит еще вдобавок и вот эти все ну вот молодец додумался желание снова предприимчивый товарищ очень очень даже ничего так что если что ну вон с советок тебе приезжали покупали курочки что да прям нет утку утку молодая какая-то пар купили утку с погодой то кур небось вообще не несутся наоборот на не вот ими наоборот несутся все опять в яйцах несутся а как то есть периодичность они то отдохнули то они как-то отдыхают да у них как-то затишье а потом они бах опять начинают ну вот все будем на работу ко мне будут приходить ученики клиенты за занятия проплачивать я скажу у нас условия а за на занятиях ходят те люди кто покупает у нас еще и яйки и вообще к тебе входить перестанут с испуга ты чё нет или каждому клиенту яйцо в подарок дашь мне дам одно ну как у меня учеников то много а что это нет ученику то одно яйцо давать да она ну ладно понятно ёлка вот смотрю под и пошли не говорите ёлку когда разряжать будем по торговым центром сегодня походил разрядили нет стоят у всех там ёлки торговых центрах я расслабился как хорошо что еще стоят ёлки нужно 100 у нас тоже ёлка стоит ну ариша сказала что да придет и будет ёлку убирать и разряжать вообще сегодня ты чем заниматься куда ты ходил маршрут я хоть сегодня знаешь на работу не пошел то обычно выходной пошел ты всегда по выходу вчера я жмал мне вчера дополнительное занятие мы концерту готовимся в школу будет концерт на сегодня я ходил костюм купил себе филипс деперстовый спортивный с начосом с начосом ох костюм с начосом всегда люблю такие костюмы потому что один быстро и на работу побежал занимался шопингом ищу все все таки я себе чего-нибудь в квартиру интерьерная не на и чего например там я не знаю журналистой какому-то статую вазу напольную и хочу линолеум кусок линолеума подожди а у тебя же столько журнальный есть есть ну есть ну что мне не нравится надо его что-то в порядок привести там ножки оторвались может их прикрутить приклеить а ты чего занимался у ячина чего я кушать я готовила потом вот по магазинам я ходила надо разъезжала вот и что-то вообще день прошел какой-то вообще не знаю вчера еще так поздно лег что-то я опять у меня режим сбился мне кажется вот сегодня проснулся проснулся вас нет а вы уже где-то уж кондивали потому что я тебе сказала илюш все свои дела делай до 12 а вот ага деловая у меня там эфиры были до 12 радиоэфир до 12 надо чтобы раз и как бы и все так девочки начинаем готовиться к весне уже скоро придет весна мы глазом не успеем моргнуть те кто там садоводники огородники пускай крутят улитки уже начинают не пора еще крутим вовсю крутите девочки крутите а те кто не крутит улитки надо уже заниматься облагораживанием вашей плантации ищите где можно купить дешевые качели а ну этот дизайн столик журнале журнале что садовый садовый плетеный что-нибудь еще купите закупайтесь закупайтесь я вот хочу качели перетащить в этом сезоне поняла но поняла к этому перетащить к дому потому что они у нас где-то там что думаешь перетащить ну а тут бассейн же у нас стоит ну чё и бассейн рядом цветы свои не сажай бархатки а какие там бархатки будешь и я а вот девочки и я решил в этом сезоне я ведь тоже еще тут огородник садоводник не буду я клумбы сажать чего это я буду покупать в горшках цветы всякие там гортензии вот эти свисающие что там еще они не свисают петуньи петуньи вы знаете я хочу сказать дорогие мои вот будешь сажать настурцию фиг два взойдет у меня взойдет настурция илья пихнул эту настурцию свою клумбу я честно скажу я ее не поливала не полола в общем травы у него не было и она цвела до мороза девочки сила мысли я же когда сажал ее эти зерна раскидывал я приговаривал расти настурция расти а ты знал что там настурция я что знал какие-то семена купил что-то кинул закопал знаешь что я хочу сказать все равно вот вот такая вот сила должна быть у человека и уверенность мне знаешь как написали вот тоже илюш вот ты мне скажи подожди не у меня у нас сидел как написали юля вам нужно обязательно съездить в таиланд потому что жизнь коротка и илюш я горю как можно говорить что жизнь коротка жизнь прекрасна это настроим мы просыпаемся до его им боже ты мой как солнце яркое такой прям хочется нет просто лишь может и хотел сказать что типа ну чтобы успеть все посмотреть ну да ну камон мам ну просто кому-то хочется летать каждый человек все равно будет в итоге счастлив вот я тебе хочу сказать у каждого свое счастье да вот у тебя какой замечательное счастье у тебя какой дом какие дети и понимаешь вот к примеру если ты не хочешь тебя даже вот никак не заставишь никуда лететь и если допустим кто-то что-то другое не хочет там допустим там в земле ковыряться эту карту и не будет кто-то в земле ковыряться если кто-то не хочет там я не знаю что работать и не будет нет но просто должно быть конечно желание гармония и нет ну да я в таиланде далекий перелет я говорю перелет вообще чокнешься ты представляешь там вообще с ума сойти когда летел я думал я с ума сойти это можно если я в крым то не полетел на самом деле наш как хорошо в россии вот реально знаешь как хорошо я вот когда лето у нас наступает по нашим полям то гуляю вот этим куда дальше там наш как клево зелено комары травушка муравушка вот реально вот на полном серьезе и в такие моменты понимаешь что в россии самая замечательная природа вот серьезно но я и я еще знаешь чем хочу все равно сказать да что вот опять про россии да и люди которые уезжают из россии мне кажется это люди которые себя ну не нашли наверно здесь да ну что-то у них плохо там все может быть в жизни мне кажется если тебе в россии очень хорошо комфортно уютно и все у тебя как говорится но нет это вот это вот это да золотые слова что есть у тебя все хорошо что ты не ну как бы и если ты как-то нашел и себя и тебе нравится все что тебя окружает ты не хочешь там менять свою жизнь потому что ты понимаешь что у тебя все хорошо то да я ну хотя фиг узнать наш некоторые едут в америку там куда-то там еще за границу в италии в испании жить потому что говорят что там хороший уровень жизни я блин я бы не поехал вам вот реально мне так мне мне так здесь мне так здесь все хорошо опыт реально я не знаю ну какой у нас мне кажется у нас сейчас уровень жизни нет он у всех разными у всех конечно тут и даже но по крайней мере и нельзя сказать что смотрю одну девочку блогер блогера она в америке жила оля ее зовут и она короче она уезжала в америку там жила жила потом сказала нет я возвращаюсь возвращаюсь вернулась в питер потом опять она уехала в америку и сейчас открываю канал она опять вернулась в питер потому что говорит и дорого и все равно русский человек он должен жить в россии вот потому что как это все равно сложно и она рассказывала что там цены чумовые то есть за то за те деньги что она тратила там она бы могла бы просто жить здесь в питере нормально и заниматься там своими делами и делать ремонт и тра-та-та она там съемной квартире как обычно же приезжаешь ты же в съемной квартире ты не приезжаешь сразу же в свою квартиру и и живешь припеваешь нет то завтра же начинается новая неделя что ты будешь делать завтра в понедельник так завтра у меня значит планы завтра такие как всегда я что-то с растениями занимаюсь потом я хочу сходить в теплицу посадить в каком она состоянии отапливаемые теплица и у меня завтра день черного хлеба то есть мне с утра надо поставить тесто заквасить для черного в неделю это как часто хлеб делаешь вот в неделю сколько мы сил ну вот буханки хлеба сколько ты в неделю делаешь на чем я илюш дело в том что с хлебом я пеку ему очень и очень часто я пеку практически через день мы его конечно такой как мне сказали в мешками ты муку покупаешь такая толстая да вот я хлеб я хочу сказать вам что я например к выпечке отношусь совершенно равнодушно я могу вот и без дрожжевой делаешь или все у тебя уже закончился этот момент дрожжевой нет сейчас я делаю дрожжевой хочу это а почему потому что я сейчас опять спорный этот вопрос и сказали я смотрел целую серию люди выступали в лаборатории и что дрожжи и не вредны и кому-то просто ночью не знаю сейчас все знаешь раздвоилось точек то говорит бездрожжевой кто дрожжевой тоже что говорят кофе вредно вредно говорит полезно да поэтому это все ладно это все что можете делать хлеб хлеб вот и что я хочу сказать про хлеб не спрашивать что юн вот ты столько там хлеб печешь все дело в том что я очень люблю угощать хлебом сколько ты печешь я прям не вижу что прямо у нас наш тоже сколько ну сколько ты печешь что пишет что прям это ну что я жила сколько ты мы что мы в магазине вообще хлеб не покупаем во первых но надо не забывать что у нас все равно еще есть олина семья я для них тоже вот у нас тети вот у нас тети приходят я всегда даю обязательно я даю там черный белый хлеб я стараюсь как-то к этому дню побольше там его испечь вот например вчера я вот что пекла булочки потому что у тебя одну булочку съела не съем а я тоже не ела я даже не видел даже папа все съел с чем булочки то были булочки были с кунжута видно хорошо зашли папе то булочки да прицель нету булочек вот батон пекла и булочки нет я вообще я очень люблю печь я прям вот обожаю это моя стихия вот печь вот с тестом вот работать я очень люблю так что вот так у меня вообще работа славная я жду работу но иногда знаешь вот в понедельник люди очень такие раскачиваются долго даже на работе вот приходят на занятия я чувствую что понедельник иногда такие знаешь а ты знаешь я почему-то я не знаю ты кстати работаешь да у тебя пятница суббота воскресенье выходной и я не знаю почему-то у меня у меня это тоже выходной а у меня пятница всегда день день уборки на работе Вот. Знаешь, что хочу спросить? Ламинат все-таки. Ну, чем отмыть? Не знаю, тебе советы же давали. Не отмываются этими советами. И швабры мне не нравятся мои. Давай, жги. Научишь? Нет, потом мы в интернете, на канале. Сейчас все сразу поймут, где и чего. Ну, это ладно. Показывали, как унитаз очистить. Илюш, белоснежный. Чем надо отмыть? Засыпаешь его питьевой содой, а потом сверху льешь уксус. И что, шипит все шквартирует? А эмали не вредно это? Нет, не вредно это. Илюша, белоснежный. А ты пробовала? Конечно. И что, норм? Ой, вообще отлично. Я прямо сразу попробовала. Слушай, какое бюджетное средство. Да, соды питьевой засыпала, потом уксусом. Ничего себе. А только унитазы, а раковину можно так отфигачить? Да знаешь что, я думаю, в ванну, конечно, я бы не стала. А вот раковину, мне кажется, особенно у тебя на работе, какая она вся зачучканная, надо. Завтра возьму. Что там надо научить? Соды питьевой уксус. Окей, все, вот видишь, как ладить. А если знаете, чем отмыть на работе ламинат и какую-нибудь, блин, швабру моей мечты. Вот эти, мам, знаешь, какие сейчас стали, вот эти поролоновые, никакешные. Не ломаются, офф. А ты только тратишь. А вот правда, вот кто, вот давайте, дорогие друзья, посоветуйте, у кого какие вот вообще швабры. Швабры. Какую швабру удачную купить? Вот мне тоже, у меня всегда, сейчас скажут, руками лучше всего ползать мыть. Ну, камон, значит, наклоняться и выпрямляться, наклоняться, выпрямляться. Руками можно помыть, когда маленькое помещение, а когда у меня зал, и что я там на карачках буду ползать. Мне швабры, вон мне папа купил какую-то эту за 100 рублей. Палка! Палка! И это тарам! Нет, но дело в том, что я вот хочу сказать, что у нас все равно, да, свой дом, как бы, да, все. И вот у меня постоянно, у меня на входе стоит ведро с водой, и обязательно у меня швабра. Ну, а что ты хочешь, у меня на втором этаже тоже комната, и сразу же швабра, потому что там собрать что-то. Да, чтобы раз, и сразу затер. Я все равно не доверяю вот этим, вот не знаю, мне как-то не располагают доверие. Кто? Они вызывают доверие вот эти электропылесосы блинчиком, которые ездят. Илюш, я тебе хочу сказать, купили мы моющий пылесос, и что? Ну, моющий пылесос, это вот эта махина охотника за принудениями. Ужас! Я им, дорогие друзья, не пользуюсь. Вот мы купили моющий пылесос, он огромный, он неподъемный. Ну, я тебе рассказывал, сейчас последнюю историю рассказываю. Это что? Девочка купила вот этот диск, пылесос, робот. Который щёточками вот такой вот. Блинчик и щёточками. И он, по идее, собирает, та-та-та. Собирает он всю пыль, волосы. У нее кошка, собака, по идее, у нее свеклый ламинат. И вот, короче, она ушла на работу, как обычно, включила этот пылесос и ушла на работу. И этот пылесос наехал на какашку. Он ей все какашки по всей хате раскидал. Она пришла, а у нее все там вообще испачкано. Так что вот так вот, поняла? Нет, я вот тоже, я не доверяю. Да ладно, мне кажется, там да, хоть программа, не программа. Прилана, даже знаешь, все-таки реально, наверное, все-таки лучше рук ничего нет, мам. Что в мойке полов. Вот я хочу сказать, мне тоже там скажут. Вот там, Юля, ты что-то тесто месишь руками, да? Илюш, есть два тестомеса, есть где месить тесто. Но я больше люблю тесто месить руками. Правильно. Вот руками. Илю, мне больше нравятся руками. Вот ты понимаешь? Энергию свою, любовь ты в хлеб вкладываешь. В хлеб вкладываешь, да. Вот так. Так что все вкладываем любовь в свое любимое дело. Дело, да. Все делаем с любовью, с хорошим настроением. И вот на такой ноте мы... Заряжаем вас позитивом, добротой. И пускай ваша неделя пройдет очень легко, да? Да, да. Пока-пока. Пишите. Пишите, не забывайте. Пока. Пока.